К Дню города в Рязани появится сразу несколько новых как спортивных, так и культурных площадок, где горожане смогут проводить свой досуг. Например, именно на этих выходных улица Почтовая заработает в новом формате, по примеру, московского Старого Арбата. Во время празднования Дня города улица Почтовая, по всей видимости, станет главной культурной площадкой. Здесь пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллектив, а также народные гуляния. Что же касается ремонта и обновления улицы Почтовой, то Рязанский Арбат заметно преобразился. Центральная городская улица превратилась действительно в пешеходную рекреационную зону. Со дня на день здесь появятся скамейки, а в ближайшие недели на протяжении всей подбелки начнет работать бесплатная Wi-Fi зона. Открытие музеев, помещения для которых предоставили городские власти, дело следующего года. Завершаются работы по благоустройству детской и спортивной площадки на Лыбецком бульваре возле стадиона «Спартак». Напомним, что эта площадка должна стать первым этапом в создании большой пешеходной зоны, которая должна протянуться по всему Лыбецкому бульвару. Поиграть в футбол и баскетбол ребята смогут уже в эти выходные. Ну а в планах у городских властей проложить здесь еще и велосипедную дорожку через весь Лыбецкий бульвар. Впрочем, между улицами Маяковского и Чапаева кататься на велосипедах и роликах можно хоть сейчас. Все условия уже созданы. Спортивный праздник продолжится и на улице Толстого 5. Здесь, во дворе общеобразовательной школы номер 37, готов к открытию дюшор «Антей», который сможет принять в борцовские секции около 180 ребят. Вот здесь планируется тренировочный процесс группы греко-римской борьбы, группы вольной борьбы, греплинга. Занятия будут проходить у нас тренерами высшей категории. Два тренера у нас сейчас пока. С 1 сентября начнутся уже обучаться группы. То есть и мальчики, и девчонки могут приходить, заниматься. Еще одна спортшкола откроется в Дашково-Песочне. Это дюшор «Юпитер», основными направлениями в котором будут также боевые единоборства. Самбо, дзюдо, джиу-джитсу, тэквондо и рукопашный бой. Спортзал уже оборудован и готов принять желающих тренироваться ребят. В микрорайоне Дашково-Песочне сейчас активно ведутся работы по обустройству зеленой зоны по улице Советской Армии. По проекту в одной части сквера планируется проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и урны, а в другой сделать зону для активного отдыха. Обустроить спортивную, универсальную и баскетбольную спортплощадки, а также велодорожки с велопарковками. И пусть здесь строители ко дню города не успевают, но нет никаких сомнений, что в течение ближайших недель комфортная зона отдыха на Советской Армии появится. Субтитры создавал DimaTorzok